Возрождению и просвещению, но между ними идут два темнота. Привет, друзья! Это исследователь, истинный исследователь. Хочу рассказать вам немножко про банки. Вот этот банк тут один. У него есть банкомат с взносом денег, где можно вносить, вставлять туда бумажки, плохо, что монетки почему-то нельзя вставлять, потому что монетки государство дает, а куда их девать? Должны банкоматы принимать их. Все должны принимать, все монетки какие есть. Это кидалово, как обычно, от государства. Тот банк, банкомат, он, как обычно, старый, и ломается у него функция вноса денег. А я запихиваю периодически, чтобы еду покупать. Скажу, тучонку запихиваю. И это постоянно у него. То есть, он должен был поменять либо вот этот сам узел вноса денег, или внесения денег. Узел внесения иррациональности и мистики. Ну, он просто экономит, владая миллиардами рублей, долларов. Это банк, который входит в сотню. Он просто экономит, потому что у него нет заинтересованности. Ну, или нет вияния у людей на банк. Ну, принес ты, положил деньги, и пофиг на тебя. Работает, не работает. Да, служба поддержки есть. Я обращался к службе поддержки, и этого многих банков начинают они там сильно дурить. Они будут даже описывать. Примитивные были случаи, насчет подписи. Смотрели, что подпись как в паспорте, но в паспорте не образец подписи, как я почитал все нормы, законы. Образец подписи – это просто, как вы пишете свою фамилию, или имя, отчество, фамилию, все вместе. А закорючки – это вообще не подпись. Ну, такие элементарные вопросы. И главное, что я хотел сказать, что вот есть у них, вот говорят, миллиарды, и нихера они не могут даже ссанный банкомат починить. Потому что схема такая говневая, когда ты никто, а не все. Поэтому дело не в деньгах. Если у кого-то деньги есть много, он просто куском говна становится в такой корявой говняной схеме. На этом все, пока, ребята.